Девушки отдыхают Девушки отдыхают Привет, дорогие зрители! Вы, наверное, слышали, что взрослые часто говорят, что всем угодить невозможно. Вот сегодня мы с вами и поучимся, как сделать так, чтобы было и себе хорошо, и так, чтобы было хорошо окружающим. А помогут мне в этом сложном вопросе Ванечка, Саша И Наташа Скажите, у вас бывало такое, что вот вы очень-очень что-то хотели сделать такое, ну, особенное, и взрослым не понравилось? Я один раз приготовил маме завтрак, но ей это понравилось. Понравилось. Что бы я ни делал, маме все нравится. Молодец, все нравится. А я хотела маме подарить котенку, но у нас в квартире мало места, но маме это не понравилось. Не понравилось. А хочешь, чтобы маме нравилось? Да. Давайте тогда мы заглянем в нашу дружбаланде и посмотрим, чему она может нас сегодня научить. Посмотрим? Красно. Две стороны одной медали. Смотрим. Ох ты. Смотрите. Смотрите. Знаете, что это такое? Медаль. Да, это настоящая медаль. Видите, тут с одной стороны нарисованы буквы, а с другой стороны рисунок. Да. Видите, у нее две стороны и две разные, но медаль одна. Правильно. Мы сегодня с вами можем сделать тоже каждый свою медаль для человека, который очень-очень вам дорог. Вот тому, кого бы вы хотели наградить медалью. Держите. Держите. Берите фломастеры, какого цвета вам нравится. И будем рисовать. На одной стороне вы можете нарисовать человека, которого вы хотите подарить, а с другой стороны написать его имя или придумать какой-то герб или рисунок. Ну что, рисуем? Я нарисовала замок дружбы. Ты замок дружбы нарисовала? Ух ты. А что написал? Я дарю эту медаль дружбе за то, что из-за нее все дружат. Ух ты. Это такая медаль дружбы, да, которая объединяет всех друзей? Да. Вот такой рисунок. И написано на другой стороне. Он приглашает всех друзей. Да, чтобы все были дружными, да? Угу. А кому ты хочешь ее подарить? Я хочу ее подарить своему другу. А как его зовут? Максим. Максим, ты ему подаришь сегодня эту медаль, да? Да. Ванечка, а ты кого нарисовал на медали? И кому ты хочешь ее подарить? Кто это у тебя? Наташа. Это Наташа, да? И ты хочешь ей подарить медаль? Да, можно одену. Да, можно. А почему ты хочешь ей подарить медаль? Потому что я люблю ее. Любишь? Ну давай, одевай ей медаль. Вот так вот. Наташа, а какую медаль ты нарисовала? Кто там на ней? Солнышко, я, мама и мой брат Саша. Саша, да. А кому ты хочешь подарить медаль? Саше? Это моя. Нет, маме. Маме? А почему маме? Потому что она моя родная мамочка. Да, и ты ее любишь, да? Ну тогда сегодня вечером ты ей оденешь медаль. Да. Дорогие друзья, вы тоже можете сделать медаль и подарить ее тому, кого любите. Это случилось осенним утром, когда наши друзья решили пойти погулять. Они бежали по лестнице. Они так радовались тому, что наступило время, когда они могут просто хорошо отдохнуть, что чуть не сбили с ног тетю Шуру. Тетю Шура говорит, ага, вы гуляете, вам хорошо, а вы совсем не подумали о людях, которые здесь живут. Ведь, возможно, кто-то сейчас отдыхают. Знаете, что у нас очень много живут малышей. Вот они днем спят, а еще живут бабушки и дедушки, которые не могут отдыхать под ваши крики и смех. Вот вы думаете только о себе, а не подумали о второй стороне медали. Мальчики тогда удивились, а какой медали? И тетя Шура говорит, а вы как, не знаете, что когда вам хорошо, подумайте, хорошо ли в это время другим людям. Это и есть вторая сторона медали. Мальчики вышли во двор. Давайте мы с вами сейчас и сделаем наш двор. Ставь, Наташ, туда дальше. Это будет наш грибочек. Песочница. Песочница, правильно. Это будут наши домики. Давайте сделаем лавочку. Где мы будем играть, да? Вот. Крышу. Вот это будут наши домики. Они, когда выбежали на улицу, увидели там, знаете что? Что? Много-много листьев. Потому что это же была осень. И Яша говорит Мише, Давай мы сейчас с тобой покидаем на друг друга эти листья. А Миша говорит Яше, А как ты думаешь, какая вторая сторона этой медали? Яша подумал, Да, наверное, наш дворник дядя Петя Будет больше рад, Если мы поможем собрать ему все эти листья. А точно тут все хороши? Стороны медали, спрашивает его опять Миша. А Яша говорит, Что это и будет наша хорошая игра, И наш двор будет чище. И вот только они решили взять в свои руки эти листья, Как вдруг они услышали голос. Отставить! Кто же это был? Они поворачивают голову, Смотрят, А это дядя Петя. Тот дворник дядя Петя, Который обычно убирает у них во дворе. Они начали говорить, Что мы ничего плохого с этими листьями не хотели сделать. Мы просто хотели вам помочь, Поубирать во дворе, Чтобы было чище. А дядя Петя говорит, Угу, Обо мне подумали. А о второй стороне медали подумали? Мальчики растерялись, Думают, И здесь вторая сторона медали. Какая же интересная. И вот дядя Петя говорит, Листья-то грязные и мокрые, Если вы возьмете листья, То и ваши вещи, И вы будете тоже грязными. И вашей маме придется целый вечер стирать вашу одежду. Поэтому дядя Петя дал им большую лопату. И сам начал загребать листья. Работа оказалась у них веселой. Когда дружно убирают, И быстро время проходит. Так они убирали, Убирали во дворе. А еще и одежда у них оказалась чистая. По дороге домой Яша и Миша снова встретили нашу соседку, Тетю Шуру, Которые сказали, Что у медали бывает не только две стороны, А даже больше. Три. Бывает и три. А как вы думаете, О каких двух сторонах медали нужно нам думать? О доброй и хорошей. Да. А как ты думаешь, Ванечка? О хорошей. О хорошей. Я поняла, когда я что-то делаю, Должно быть хорошо и мне, и другим. Конечно, вы как самые настоящие любители приключений, Можете бегать, прыгать, играть в самые экстремальные игры. Но помните о двух сторонах медали. А мы встречаемся с вами в следующей передаче, Чтобы продолжить незабываемые приключения В поисках главного. Пока! Зарядка! Тышка, Яшка, Мышка, И Машенька, и Мишка Цель продолжают. И летом, и зимою, И восемь, и весною Страну своей мечты идут. Их дружбалангию найдут. Зарядка! А теперь делайте зарядку вместе с нами! Начинаем первое упражнение. Право, влево, вперед, назад. Право, влево, вперед, назад. Право, влево, вперед, назад. Круговые упражнения. Вперед и раз, и два, и три, и четыре. В другую сторону. И раз, и два, и три, и четыре. В другую сторону. Раз, и два, и три, и четыре. В другую сторону. Раз, и два, и три, и четыре. А теперь наш любимый наклон Раз, два, три, четыре Раз, два, три, четыре Раз, два, три, четыре А теперь ноги поднимаем к рукам Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять А теперь делаем перекаты с правой пяточки на левую И раз, и два, и три, и четыре, и пять, и шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать